Не человек для живописи, а живопись для человека. К сожалению, очень часто человек становится для живописи, когда профессиональные достижения важнее, чем радость творчества. И вы знаете, что музыкальные и художественные школы часто вышибают из человека удовольствие творить и часто человек в детстве занимался музыкой, особенно это с музыкой связано, потом бросает и чуть ли не ненавидит этот инструмент, которому был приговорён. В живописи немножко легче, приговорённость не такая суровая, как в музыке, но тем не менее масса художников совсем не являются в широком смысле художниками. Это профессионалы в какой-то манере исполнения, которые достигают действительно... Это тоже творчество. Мы это прекрасно понимаем. Даже вязание — это тоже творчество, но мера творчества часто ограничивается просто приговорённостью к этому творчеству, что это не является роскошью, а является необходимостью, когда нужно кормить семью и соревноваться с коллегами по церкви. Вот в вашем «да» смысле, когда вы во взрослом состоянии приступаете к живописи, вам это не грозит. У вас нет столкновения с коллегами по цеху, нет этого соревнования с ними и нет необходимости кормить семью. Вы и до живописи прекрасно преуспеваете в этом. Поэтому для вас живопись может стать предметом роскоши и чудом, которое наполнит вашу жизнь всяким весельем. И иногда заменит недостающие звенья, которые есть в жизни. Это не недостаток любви или недостаток общения, а особенно общения. Причём профессиональный художник настолько борется за своё место под солнцем, что ему даже иногда и некогда общаться. А выставка для него — это этап, который нужно пройти, чтобы потом срочно приступить к новой. И вот этот процесс освоения, завоевания места под солнцем, территории, внимания, он какой-то становится тяжёлый. Хотя вы прекрасно знаете, что ни один художник не отказался, не сошёл со своего пути, в отличие от других профессий, которые с удовольствием меняются на творческий. Художник не меняет на бухгалтера в свою жизнь. И я думаю, здесь неоспоримый факт. И вот у вас есть возможность не просто научиться рисовать и так чуть-чуть украшать свою жизнь, но и прямиком идти к успеху через это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова